Так, доброе утро всем. У нас сегодня одиннадцатый каст «Завтрака с Библией». И сегодня у нас тема разговора – это христиане и бесы. Значит, ну, тема экзорцизма, да, то есть она сейчас очень сильно муссируется среди верующих. И почему-то некоторые верят, что в христианах могут жить бесы. Ну, сейчас обсудим, что говорит нам об этом Слово Божье. Сегодня со мной уже, как по традиции, Гузель Тазиева из города-героя Салавата в Башкирии. И мы, значит, беседуем вот на эти темы. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Или это просто общая тема такая? Или что-то с чем-то ты столкнулась, с какими-то трудностями? Потому что я как раз уже на эту тему говорил, аж проповедовал пару раз на эту тему. Я ее очень люблю, на самом деле, эту тему. Ну, если честно, я сама в жизни, то есть для себя как-то я это, само собой у меня получилось, что я это поняла. И с этим как бы особо на эту тему не раздумывала так. Ну, мне тут иногда пишут по этой теме. И вот недавно девушка вообще так меня сильно удивила. Она меня спрашивает, как ты мыслишь, может ли проблема у христианина откровенно бесовская быть? Что нужно? Борьба с ней – это приказание нечистому духу выйти по имя Иисуса. То есть и там дальше она… Ну, сначала я не поняла. И вот она спрашивает, как я мыслю по этому поводу. И говорит то, что у нее сложились такие обстоятельства, с которыми она уже больше года мучается. И когда она изгоняет из себя беса, ей становится реально легче. Вот, да, и как бы я говорю, найди мне местописание, на основании какого местописания ты вообще молишься и изгоняешь из себя беса. То есть почему ты веришь, что в тебе беса. Она говорит, ну, прежде что вообще основательно она приводила, то что Иисус изгонял бесов. То есть, соответственно, если я, типа, Божье дитя, то я тоже могу изгонять бесов. Я говорю, да, ты можешь, если у тебя есть сила, да, если у Апостола была сила, то есть это да, но опять же таки, из кого, от кого? Из кого? Что главное не из кого, а в кого? Из кого, да. Походу, если можно изгонять только в свиней. У нас была шутка такая, у нас после нас, ну, вот мы сдаем помещение, есть такое движение Владимира Мунтиана, если слышала такое. Я слышала, но не увлекалась. Я тоже не увлекался, я посмотрел, ну, ели чистой воды. Ну, окей, ладно. Главное, что они все наши братья в Иисусе Кресте, они пропагандуют вот изгнание бесов. И мы их называем экзорцистами всех. И они после нас, они пользуются нашим оборудованием, как бы музыкальным, которым я заведую. Мне это не нравится сильно, потому что в прошлый раз я пришел, и хороший микрофон вдруг не работает. И что-то меня спросили, а что он не работает. Я говорю, так все просто. Они, говорю, изгнали в этот микрофон дух немощи, и поэтому он перестал работать. Ну, поприкалывались, короче говоря. Да, откуда они это берут? Сейчас я тебе скажу, откуда они это берут. По-моему, это есть, я не ошибаюсь, Матфея. Сейчас скажу, какая глава, по-моему, седьмая. Нет, не седьмая. Сейчас, я сейчас найду. Десятая. Десятая глава, пятый стих. Сих двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, идите и наипачить погибшим овцам дома Израилева, «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное, больных исцеляйте, вот это место, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте, не берите с собой ни золота, ни сервера, ни меди, поясы свои». То есть, вот, основываясь на этом месте Писания, они изгоняют бесов. Так что, бывает, что поделать, бывает. Хотя, на самом деле, во мне беса, да беса нет в верующем человеке, мы сейчас об этом поговорим, на самом деле. Мне очень важно, чтобы народ понимал. Я у проповедовал уже эту тему, можете посмотреть, у меня, сейчас я найду, должен быть, должна быть моя проповедь о бесах и христианах. И параллельно, вот, Ави, пока вы ищете, то есть, вот, опять же-таки, как реагировать? То есть, вот, сегодняшний каст я послушала, честно говоря, я вообще сегодня целую ночь не спала, потому что… Убили венецком побрызгать, венечек, ведерко и побрызгать. Ну, просто, одно дело, просто мы созванивались как раз, и время уже было поздно. Мы созванивались по одной проблеме, а тут даже не проблеме, у нас мы встречаемся, разговариваем, молимся вместе, и тут на тебе такое. Ну, естественно, у нас ничего не получилось, потому что у нас споры, 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 и всю ночь я не спала, и вот я думаю, как же все-таки реагировать на это? Просто ее оставлять и все, или что, или доказывать все? Ну, смотри, как бы, давай, давай будем говорить уже, если мы говорим про теологические темы, что такое, в принципе, что такое Евангелие? Погая вес. О чем? О том, что Иисус пришел на землю, чтобы спасти этот мир. Как? Своей смертью, своей кровью. А именно? Распятый на кресте. Он принес, как бы, Господь принес в жертву своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий, непогиб, но имел жизнь вечную. Ну, в чем? И тот, кто верует в Иисуса Христа, тот спасется. Что значит спасется? Спасется от чего? От жизни в аду. Нет, в аду в жизни не будет, в аду будет смерть. От вечной смерти, отсюда. От вечной смерти, отсюда. Да, написано Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Те, кто уверовали, спасутся, да, те, кто не веруют, уже... А нет, те, кто уверуют, не судятся, те, кто не веруют, уже осуждены, вы не поверили в Сына Единородного, да? То есть, фактически, Иисус своей смертью на кресте забрал все грехи верующих, неверующих, все, вообще все грехи человечества на себя, на свою плоть и снес их с собой в ад. И там их, собственно говоря, похоронил. Теперь, получается, что все грешники фактически спасены в кредит. Каким образом они могут быть спасены не в кредит, да? То есть, как они могут кредит погасить? Они могут принять Иисуса в сердце своем, назвать его Господом своим и Спасителем. А написано, что никто не может назвать Иисуса Господом своим, кроме как в Духе Святом. И, соответственно, в этот момент, когда они его приняли как Господа и Спасителя, они в этот момент считаются спасенными. Дальше нужно понимать, всякий ли человек на самом деле реально спасен, да? Вот как узнать, спасен человек или не спасен? Это вопрос? Вопрос, да. Пока ты будешь на это думать, я открою соответствующее место в Библии. Во-первых, принимаем свое спасение верой, а во-вторых, в любом случае человек должен показать и делами, то есть, что говорят дела. То есть, он, может быть, говорит и исповедует, что да, я такой хороший молодец, спасен, но дела его... Как мы узнаем? Какие дела? Плоды духа ясны там, да, написано? Галатам, пятая глава, да. Галатам, пятая глава. Написано. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом вводитесь, вы не под законом. Дальше он перечисляет, Павел, дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, бут, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разноглазие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял вас, что поступающий так Царствие Божие не наследует. То есть, если человек говорит, что он спасен, что он имеет Духа Святого, мы знаем, что все спасенные, водимые Духом Святым, и были суть Дитя Божия, и если он поступает вот так, то есть он постоянно, вот тут прямо написано, что он делает, дела плоти, то он никогда не был спасен, он просто думает, что он спасен. Ты говоришь, верою принимаем, мы спасем. Мы можем до позернения принимать веру, если нет плода, плоти или плода Духа, мы не можем сказать, что человек спасен. Это совокупность, да, какая-то, все равно. Нет, не обязательно. Смотри, опять же, вот это очень тяжелый вопрос, как бы его христианину очень тяжело понять. Никто не сказал, что христианин безгрешен. Да, мы находимся в святости, но мы не можем быть, как бы, говорить, что мы безгрешны. Мы постоянно падаем в какой-то грех. Почему? Потому что раньше мы принадлежали греху. Да, вот сегодня, почему сатана не борется за мирских? Потому что ему все равно, они все его, да, все в этом мире принадлежит ему. И пока мирской он мирской, он мирской, он что захотел, то с ним и сделал. Сегодня он захотел, чтобы тот напился, он напьется, захотел, чтобы он там курил наркотики. Будет курить наркотики. Он захотел там, скажем, еще что-нибудь, будет еще что-нибудь делать. Если, например, мирской покаялся и пришел к Богу, то есть умер для греха, да, он мертв для греха, и у него есть теперь рожденный свыше дух и душа, вот за него начинают сатана бороться. И теперь уже грех не может сказать человеку, давай я тобой поуправляю, да, как марионетка, знаешь, на ниточках такая. Он не может уже грех этого сказать. Но он постоянно стоит рядом и говорит, идем сюда, идем ко мне, у меня красивее, у меня лучше, у меня приятнее, идем ко мне. И человек по плоти своей, он немощен, а грех он плотской, он не в душе, не может быть грех в душе или в духе, грех может быть только по плоти. Человек соблазняется. Когда он соблазняется, когда его дух не бодрствует. В этот момент он соблазняется и идет в грех. Может ли человек верующий напиться? Может. Может, потому что он допустил грех, мы уже говорили об этом в прошлый раз. Он допустил вот этот вот момент, когда он выпил первую рюмку, а дальше он уже приблизился вплотную к греху. И грех ему говорит, пей еще, пей еще, что там, пей еще один раз живем и так далее. И он пьет, потому что он себя уже не контролирует, там дух уже не власти. Но человек выходит из пьянства, из этого состояния пьянства, приходит в себя обратно, и его дух обличает, говорит ему, что ты сделал? Можешь ли ты храм Святого Духа вот таким образом уничтожать? Человеку становится стыдно, и он говорит, все, я больше грешить не буду. Он обещает всем, клянется там, божится там, все, не буду там грешить, все. Проходит неделя-две, он опять раз, и тот же грех. То же самое бывает с гневом, то же самое с завистью, то же самое с прочими другими вещами. То есть есть грехи, в которые мы падаем часто, оно может быть даже постоянно. Что никто из нас ни на кого не злится, злится, конечно, что никто из нас ни на кого не гневается, гневается. Никто из нас никогда там не позволяет себе какую-то там, я не знаю, что-то сделать такое, что написано вот здесь, или что-то близко к этому. Конечно, позволяет. Но это не значит, что нам они не простятся, эти грехи. Если мы в них раскаиваемся, они простятся. Но с каждым разом мы будем делать их все реже и реже, и реже, потому что мы уже научили, приучили свой мозг воспринимать ту ситуацию, в которой мы вот-вот и соприкоснемся с грехом, обходить стороной. Вот и все. Есть варианты, когда мы не можем обойти стороной. Например, вот я уже говорил, 90% верующих в мире, они зависимы от порнографии. 90% верующих. И почему они? Они верующие, они спасены, но они зависимы от порнографии. И еще раз говорю, это не привычка. Покурил там и был, это зависимость. Это реальная зависимость, человек не может без этого жить. И здесь только Господь может исцелить. Но исцелить он может как? Вот опять же, Евангелие от Матфея. Не помню, где это было написано. Неважно. Евангелие от Матфея, когда подходит прокаженный к Иисусу и говорит, Господи, если хочешь, исцели меня. Тот поворачивается и говорит, хочу. Позложил у него руки, и тот моментально исцелился от проказы. От проказы исцелился. То есть, почему он исцелился от проказы? Он понимал, что проказы тогда считалось, по тем временам. Почему именно так много слов прокаженный, проказы, там, и так далее в Евангелии. Тогда считал, что прокаженный – это проклятый Богом человек. Проклятый Богом человек. Ничего подобного женщинам не легче в этом плане куча женщин, которые сидят на порнографии. Куча женщин, которые просто реально сидят на порнографии. И вы не думайте, что это все так просто. А, порнография? Ну, порнография. У нас везде порнография, мы постоянно видим порнографию. Все, что связано с сексом, у нас просто из всех щелей. Поэтому нет. Так вот, я к чему говорю, что он считал, что он проклят Богом. Проклят Богом. Представляете, что это такое проклят Богом? И сегодня говорят, а, Бога нет. Тогда сказать Бога нет, это, ну, все равно, что сказать, что я сейчас пойду Путина убью, там, скажем. Примерно так же. И он считал себя проклятым Богом, и он сказал, он подошел к Иисусу, и обратите внимание, что он ему говорит, Господи. То есть, он обратился к нему, как к Богу, исцели меня, если хочешь. То есть, он пришел туда с полным раскаянием, с пониманием того, что Бог может его исцелить, если захочет. И Бог ему сказал, да, хочу, и исцелил его от проказа моментально. То же самое в нашем случае, когда мы осознаем грех, мы его понимаем, мы его видим, что он начинает над нами давлять. Если мы подходим к Богу и говорим, я, если хочешь, исцели меня, он исцелит. Потому что тот, кто внутри нас, он исцеляет того, кто снаружи. И таким образом, если мы хотим действительно исцелиться от какого-то греха, перестать грешить, тогда нам достаточно прийти, раскаяться, попросить, чтобы нас Господь исцелил. И обязан ли он это делать? Нет, не обязан. И это очень четко нужно понимать. Он может, но не обязан. У него есть свой план. Некоторые люди годами молятся за исцеление от какой-то болезни. Написано, по вере вашей да будет вам слаба ли их вера, однозначно слаба. Однозначно слаба. Но даже если у них, они считают, что вера их сильна, и там они просто, я не знаю, там какие стоящие в вере люди, возможно, Бог проверяет человека. Написано, что иногда он отходит в сторону, смотрит, что на самом деле на сердце нашем это испытание, потому что он, вот смотрите, как бы, все послание, все Евангелие от Матфея с пятой главы по девятую, что это такое, да, фактически? Приходит Бог на землю и говорит, товарищи, кто хочет ко мне в Царство Божие? Все так, я хочу, я хочу, там всем, не вопрос, вставайте, слушайте. И, сколько там, четыре главы перечисляют условия. Вот условия, чтобы жить в моем Царстве. Кто согласен принять условия, пошли, кто не согласен, до свидания. А потом просто называется вот этот вот последний удар, такая последняя капля, которая, или последняя соломинка, сломавшая горку, сломавшая спину верблюда. Это было такое, кто будет пить кровь мою, говорит иудей, иудеям. В то время, говорит, кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, тот спасется. Народ такой подумал, ну, ну, дальше съехал, и 500 человек свалили. Мы даже имен их не знаем. А он подходит к своим ученикам, говорит, может, вы тоже свалите заодно с ними. Он за ними не кричал, эй, идите сюда, вы не так поняли, я вам тут все объясню. Нет, может, вы и с ними пойдете. И говорят, нет, у тебя глаголы вечной жизни, как мы от тебя уйдем. Понимаешь, потому что иногда вот само понятие веры, само понятие исцеления, само понятие спасения, оно выглядит как что-то экстраординарное, что-то выходящее за рамки понимания. Но это условия Бога. Написано, мои пути, не пути ваши, и мои мысли, не ваши мысли. Понятно, что мысли Бога совершенно не совпадают с мыслями нормального мирского человека. Мы не совпадаем, и все подвержены мирскому воздействию. Мы рождены в грехе. Да, и то, что есть сказка про то, что у верующего человека рождаются верующие дети, нифига подобного, у верующих родителей рождаются грешные дети. Они все в грехе по самой неболосе, потому что они рождены с геном греха. И то, что на них там в церкви поврызгают венечком, и там батюшка над ними что-нибудь порасскажет, и там очень знают, что они спасены, и спасение приходит от слышания слова Божьего. Человек должен услышать его в сердце своем, а не просто там венечком у него побрызгали, в тазик помакали, и все, он спасен. Это всего-навсего ритуал, а в спасении там речи не идет. Сколько мы знаем людей, крещенных в церкви, сидящих в тюрьмах, за убийство, за изнасилование и за всякое прочее. Человек должен принять Христа у себя в сердце. Тогда это будет реальное спасение. И теперь по поводу бесов, если мы возвращаемся, да, согласны, да, сейчас секунду прочитаем вопросы, которые здесь есть. Обель, помогите советам, как с братьями быть, не слышат меня, не видят, что в пропасть катятся, пьют, беспроводно, мало страдают. Молиться, только молиться, другому никак. Причем молиться не в одиночку, а молиться в церкви. Молиться, идти, я не знаю, к какой конфессии вы принадлежите, но молитва за исцеление, она реально, может, у Бога есть план, еще раз повторяю, он не обязан никого спасать. Но, имейте в виду, если ваши братья, ну, понятно, что христианство, имея в виду, христианское, 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 капитализм и так далее, что, когда мы говорим об Иисусе, об его чудесах исцеления, большая часть исцеления произошла с людьми, которые даже не знали, что кто-то за них просил. Просто кто-то пришел к Иисусу и говорил, там, мой раб болен, мой слуга болен, моя дочь больная и так далее. Они сами не просили у Иисуса, кто-то за них просил. И они пришли и были спасены. Ну, смотрите, в православной традиции, я не знаю, как бы, никого не хочу обидеть, но православие – это больше религия, чем вера. Поэтому там больше ритуализации, чем вера, по большому счету. То есть, я не знаю, кто у вас читает проповедь, я знаю священников, которые больше на проповедь Евангелия напирают, будем так далее. Есть священники, которые больше на ритуализацию напирают. Я не говорю вам, там сейчас пойдите, найдите себе протестантскую церковь, в которой нету и крестов и всего прочего, а есть вера в Бога. Но каждый убирает сам за себя. Если вы реально действительно человек верующий, и спасенный, и вы Вадим и Духом Святым, то тот, кто внутри вас сильнее вас, и вы действительно можете изгонять бесов, но из неверующих людей, понятно, да, потому что в верующем человеке, там, где храм Духа Святого, никакого беса быть не может. Но попробуйте, я не знаю, попробуйте почитать Евангелие сами. Возьмите Библию, без комментариев, не православную Библию. Обычную Библию, вот синодальный перевод. Да нет, вера в душе – это не вера, это просто притворство. Верить, попробуйте получать зарплату в душе, кушать в душе, там, не знаю, детей рожать в душе, там, не знаю, кушать в душе, пить в душе. Нет такого веры в душе. Есть у каждого из нас предписание от Бога, да, верить в душе – это не верить, это не вера, все что угодно, только не вера. Может, какая-то религия, я не знаю, но это не вера. Верить нужно делами. Вера без дел мертва. И исповедовать. Исповедовать устами нужно принять в сердце, нужно получить крещение Духом Святым, потому что все остальное – это мелочь. Знаете, люди говорят, я там походил пару раз в церковь, снос куличи, там батюшка на них побрызгал венчиком, и все стало хорошо, ничего подобного. Вы будете удивлены, что во время того самого суда, где будет решаться ваша судьба, будете ли вы спасены, или вы будете обречены на вечное горение в аду, вы будете думать, что люди, которые спасены, они окажутся со стороны спасенных, то вы будете удивлены, их там не увидите. Да при чем тут церковь? Смотрите, как вам сказать так, чтобы коротко и ясно. Церковь в понимании современного человека – это дом, здание, какое-то здание со входом, окнами, с алтарем, иконами, там скажем, кодилами и лампадами. Церковь в переводе с греческого «экклезия» или на иврите «это собрание» – это совсем не дом. Церковь – это собрание последователей или учеников Иисуса Христа. И называется это «тело Иисуса Христа». То есть это живые люди, вот люди, с которыми мы общаемся. Ну вот мы с Яйгузель, короче, мы относимся к разным направлениям христианства. Я больше мессианский еврей. То есть вот тот, кем были апостолы, да, то есть апостолы были евреями, которые верили в Иисуса Христа. И эта вера сохранилась здесь очень мало, ее сохранилось, конечно, у нас очень мало в Израиле, к сожалению. И это направление христианства, оно адресовано, естественно, евреям, потому что никто еврейство, никто Тору, вот Писание, закон не отменял на самом деле, да, то есть он просто переместился из книги в сердце. А когда благая весть вышла за пределы Израиля, то есть после смерти Иисуса Христа, в этот момент язычники приняли благую весть и начали исповедовать Иисуса Христа по духу. Да, вот то, что написано в послании к римлянам, что оправдывает Бог обрезанных по вере, а не обрезанных через веру. То есть благую весть, если евреи обязаны были принять по книге, потому что весь Ветхий Завет, он, в общем-то, и говорит о том, кто такой Мессия, то есть начиная от книги «Бытия», 3 глава, 14 стих, и до книги пророка Захарии, все абсолютно, Писание рассказывает нам, кто такой Мессия, как он должен выглядеть. То есть, ну, представьте себе, вот вы идете по городу, и вам сказали, найдите человека. Он взрослый, ну, ему должно быть, ну, все знают, да, что священник на служение приходит в возрасте 30 лет. Тогда знали, сегодня не знают, но тогда знали, что священник не может служить в храме, если ему меньше 30 лет. Значит, именно священник, не левит просто. Потому что левитов было много, они вообще всем обслуживанием в храме занимались. Именно священник. Коином нельзя было стать до 30 лет. Ну, и знали, что примерно нужно найти человека 30 лет. Сколько таких людей в тот момент ходило по земле Израиля, да? Но почему Андрей, придя к Петру, сказал ему, идем, мы нашли того, о ком говорили Моисей и пророки. Потому что и Моисей, в книге «Пятикнижний Моисея», и все пророки, и все священное Писание, и псалмы Давида точно описали, когда родится Мессия, как он должен выглядеть, откуда он должен прийти, чем он должен заниматься. То есть они дали точный портрет Мессии. Именно поэтому люди, хорошо знавшие Писание, они тут же увидели в Иисусе Мессию. И поэтому они пришли к нему и ходили за ним. Но при всем при этом ходили за ним многие, но учениками своими он избрал только 12. И написано в Писании, что не вы меня избрали, а я вас избрал. И от евреев требовалось понять, что не принять, а именно понять, что именно он Мессия до сих пор требуется. Этого никто не отменял. Но для язычников, то есть для всех тех, кто не был на тот момент, на тот момент по Писанию весь мир делился на иудеев и язычников. То есть все, кто не были иудеями, назывались язычниками. Язычники во всех странах приняли Иисуса. Я не говорю про Россию. Крещение Руси вообще очень темное такое время, о котором лучше не разговаривать. Но я говорю так, что в то время, до появления официальной религии христианства, то есть до 3 века, до 4 века нашей эры, когда Никейский собор создал христианскую веру современную, вот эти 300 лет с момента прихода Христа и до Никейского собора не было никаких книг Нового Завета. Все пользовались только Ветхим Заветом. Книги Нового Завета появились в том виде, в каком они есть, только в 325 году. То есть их включили в Священное Писание. Но люди верили при этом в Иисуса Христа. Почему? Потому что они получали Духа Святого. То есть они получали его не из-за страха. Вот, кстати, религия от веры отличается таким вот очень важным моментом. В русском языке слово «страх» – он один на всех. Страх Господень и страх, я не знаю, получить по башке. Например, один и тот же страх. А в иврите, то есть в оригинале, есть два вида страха. Есть страх получить по башке, называется он пахот. И есть страх, который называется страх не причинить боль. Вот, например, в супружеских взаимоотношениях всегда имеется в виду страх не причинить боль. Называется и на иврите по-разному. То есть страх получить по башке – это пахот. Страх причинить боль любимому человеку – называется ир-а. И вот этот вот страх, о котором говорится в Писании, страх перед Богом, страх Господень и так далее – это именно ир-а. То есть если я в отношениях любви с человеком или с сущностью, таким как Бог, я с ним нахожусь во взаимоотношениях любовных, то я в наших взаимоотношениях боюсь чем-то испортить. Потому что я не хочу любимому человеку причинить боль, причинить страдания, причинить неудобства. Вот это называется ир-а. А пахот – это когда я там что-то натворил, и я боюсь, как бы он что-то не узнал. Потому что если что узнает, то по башке даст. И вот религия сама по себе, религиозное направление христианства, любой религии на самом деле, неважно какой, что иудаизм, что ислама, что христианство – одинаково. Это заставит людей жить не вот в этом вот страхе, который ер-а, а в страхе, который паха. То есть что вот, а, вот если ты там три раза в день не покрестись, и там если икону в правильном месте не повесишь, если там батюшке руку не поцелуешь, ты будешь там, если тебя Господь проклянет, там и так далее. Это называется страх получить по башке. Почему? Потому что язычнику в то время было очень тяжело доказать, что есть какой-то невидимый бог. И любое проявление каких-то природных катаклизмов, начиная от молнии и заканчивая землетрясением, религиозные деятели всегда использовали в качестве «вот оно вам, наказание Божье», «вот вам, значит, там это самое». Ребенок, у кого-то, не дай Бог, умер, «вот тебя Бог наказал», «вот там так». Причем это существует не с христианских времен, на самом деле, это существует со времен еще до Иисуса, потому что если это известная история со слепым, которого Иисус сделал зрячим, и его фарисеи допрашивали, кто там тебя согрешил, ты или родители твои согрешили. И на самом деле никто не согрешил, просто у Бога был план родить его слепым, чтобы потом показать славу свою и показать, как из него можно по вере сделать зрячим. Но вот эти религиозные взаимоотношения деятели от религии и людей, они вызвали у людей вот этот вот страх, который пахает. И люди боятся, люди боятся не пойти в церковь, люди боятся не соблюсти какой-то праздник и так далее. Почему? Сейчас это уже меньше как бы используется, потому что в раньше времена вот этот список анафемы, он очень сильно на людей влиял. Что такое анафема? Анафема – это искоренение, то есть предадут анафеме, или отлучение от церкви. Ну вот такие вот церковные всякие, религиозные, кстати, экзорцизм к тому же относится, то есть изгнание бесов. Религиозные все эти штучки, которые люди говорят так, если ты соблюдаешь шаббат вместо того, чтобы праздновать воскресенье, то это тебе анафема. Если ты на восьмой день не макаешь ребенка в тазик с холодной водой в церкви, а делаешь ему обрезание, значит, анафема, если ты там, скажем, ну, я не знаю, там куча, там 500 с лишним пунктов этой анафемы, короче говоря, людей заставили отказаться от своих корней. То есть корни этого были далеко еще в иудаизме. Но почему они это сделали? Потому что большинство верующих тогда были евреи. И император Константин, считающийся родоначальником христианства, он жутко не любил евреев, он был страшный антисемит. И он сказал, что мы должны отделить все, что еврейское, от всего, что связано с Иисусом Христом. Таким образом появилось христианство в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Сказать, что оно неправильное, мы не можем. Потому что кто мы, чтобы судить людей? Возможно, у священника, который там говорит, что вот та бабушка, значит, такая горбатая, потому что Господь ее проклял. У него, может быть, самые чистые намерения. Может быть, он в душе и верит в то, что он говорит. Но это сильно расходится с Писанием. Или тот там, например, кардинал, который считает, что если не написано нигде, что нельзя спать с подростками, так он, значит, там совращает подростков и так далее. Он, может быть, в душе и верит, что он прав. Сегодня, смотрите, если человек не знает, о чем идет речь, если он не может увязать одно место Писания с другим, он может по Писанию доказать все, что угодно. Вот в Америке, например, уже доказали, что Иисус и Иоанн были любовниками. И поэтому они сегодня совершенно спокойно в церквях крестят и женят гомосексуальные пары. И они совершенно берут какой-то конкретный стих из Библии, причем не связанный вообще ни с чем остальным. И говорят, что да, вот это вот, видите, тут написано, что он любимый ученик, он воздержал у него на груди, любимый там ученик, потому что он был молодой, тогда ему было еще совсем мало лет. Ну, то есть, если брать по Писанию, то когда Христос сходил еще по земле, то есть во время своего земного служения, Иоанну было, я думаю, лет 13, может быть, ну, 14 максимум, судя по его возрасту, его смерти. Значит, есть, по Писанию доказать можно все, что угодно. Но поэтому, и я, например, поэтому изучаю богословие, чтобы уметь связывать одно место Писания с другим, чтобы не упасть вот в такую ловушку, когда мне могут рассказать какой-нибудь бред и сказать, что так написано в Библии. По поводу православия у меня есть, ну, и не только православия, католицизма тоже, у меня есть четкое представление чисто по Библии. Мне нет ничего против ни православия, у меня среди моих знакомых есть православные священия, мы с ними общаемся. Все хорошо, мы все братья в Иисусе Христе. Но я не осуждаю людей, я осуждаю поведение. Поведение церкви меня полностью не устраивает, потому что оно полностью противоречит Библии. Например, поклонение Деви Марии, Богородице. За одно слово, Богородица меня передеркивает. Как можно родить Бога? Бог – это то, что больше всего, он больше вселенной, как его можно родить. Поклонение иконам различным, отождествление икон с чем-то спасающим и исцеляющим. Ну, в общем, короче говоря, все вот это изглопоклонство в католицизме и в православии меня, конечно, мне сильно мешает. Но опять же, смотрите, по вере вашей да будет вам. Если люди верят в целительную силу Бога, если они не забывают, что за всеми этими иконами стоит Бог, и Он исцеляет, и Он – единственная сила, и кроме Него никого нет, и нет другого имени под небом, которым нам обрежало бы спастись, и это Иисус Христос, то ради Бога, если человеку так удобно, оно, конечно, хорошо. Но является ли это истинным спасением – вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Я, например, знаю, что очень много людей, которые называют себя священниками, будь то католическими или православными, они не рождены свыше, то есть они не являются крещенными Духом Святым, соответственно, они не дети Божьи, если по Писанию смотреть. Потому что их плоды, о которых мы говорим сейчас, они плотские. Вот эти все суперкары, на которых они ездят, поездки по заграницам, богатые квартиры, имения и так далее. Все это плоды совершенно не Святого Духа, а Плотский. Поэтому, опять же, православие – это религия. Это не вера в Бога, это религия. Вера в Бога – это последовательность учению Иисуса Христа. Это вера. Поэтому, как вы называетесь православный, католик, протестант, я не знаю, мессианский еврей, еще как-то, если вы истинно приняли в сердце Иисуса Христа, называете Его Господом и делаете это в Духе, и исповедуете устами своими, и вы приносите плоды Святого Духа, которых я, кстати, не зачитал, то да, вы спасены, скорее всего. То есть, с очень большой вероятностью, 99,9%, что да, человек спасен. Но если у него нет плодов Святого Духа, я позволю себе прочитать, потому что, так понимаю, что Татьяна с этим слабо знакома. Если знакома, то напомню. Плод же Духа, тот же самое послание Галатам, продолжение после дел плоти. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. И если человек не приносит плодов Святого Духа, то, скорее всего, он не спасен. И ему надо сильно задуматься над тем, что будет завтра. Завтра же может не наступить. Иисус говорит, что мы должны бодрствовать, потому что придет ночь, придет время, когда будет двое в постели, одно и один возьмется, другой останется. Будут двое в поле, один возьмется, другой останется и так далее. Нужно знать, кто возьмется. То есть, кого Бог призовет к себе наверх, в свое небесное царство, прежде чем наступят дни скорби. И вот здесь очень важно понять, спасены мы или нет. Религии это делают очень, я бы сказал, нечестными методами, потому что они пытаются продать нам благодать Божью за деньги, тогда, когда у нас есть совершенно бесплатное отрождение. Люди, которые вот этому страху привержены, это люди, которые просто не знают Писания. Достаточно просто начать изучать Писание. Да, может быть, вам не все будет понятно, но вот это истина. Вот это истина. И вот мы с Гузель тоже говорили, что даже не на все, что пастор говорит во время проповеди, нужно говорить аминьес, я с этим не согласен по Писанию. Я не говорю, что нужно там встать и выходить, и говорить там, обличать его прямо. Можно подойти и сказать, потому что в большинстве случаев, когда идет проповедь в Духе, мы можем слышать одно, а имелось в виду совсем другое. И если найти общий язык, то на самом деле и пастор, в общем, не еретик. Но если, конечно, он реальный еретик, а такие тоже есть, есть целое движение, которое официально признано еретиками, но за ними идут толпы, сотни тысяч людей. Но по большей части мы видим вот это вот стремление приносить плоды Святого Духа, оно должно быть изнутри. Ему нельзя, этому нельзя научиться. Это Дух, который дает всем одинаково, но каждый плод развивает по-своему. Поэтому, если вы верите, если вы хотите изучать Библию, изучайте. Приходите к нам по пятнице, мы об этом много говорим, готовьте вопросы, задавайте их. У нас время в пятницу не ограничено, мы можем хоть часами здесь разговаривать. Блаб позволяет записывать вам до шести часов, можно запросто здесь делать такие долговременные прямые эфиры. Я с удовольствием вам расскажу. Я изучаю богословие профессионально и могу вам вязать по Писанию все, что нужно, именно так, как оно есть, просто чтобы это не расходилось с истиной. Потому что я тоже живу в том самом страхе Господнем, который ера, а не пахадый. Я хочу, чтобы мои слова и мои действия не приносили ничего плохого людям, поэтому я стараюсь делать все это по совести и по духу, что называется. Поэтому приходите, спрашивайте. Вы тут трактат написали, я позволю себе прочитать на секундочку. Как правильно молиться? Как правильно молиться? Евангелие от Матфея. Вы, кстати, я надеюсь, из Библии. Евангелие от Матфея. Глава 6. 6 стиха. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что они в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. И дальше 9 стих. С 9 по 13 стих Иисус дает, будем так говорить, скелет молитвы, как любая молитва должна строиться. Это, так сказать, план. Вы можете строить свою молитву, как хотите, но вот это план, как он говорит. Он сам, являясь Богом, говорит нам, что бы хотел Отец Небесный слышать. И говорит, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как мы прощаем тем, кто согрешил против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое есть царствие и сила, и слава вовеки. Аминь. Понимаете, Отче наш, знаю наизусть, это классно. Вопрос, исполняете ли вы то, что вы говорите. Смотрите, это обширный вопрос, постараюсь покороче уложить. Эта молитва показывает, кто вы есть на самом деле, кто вы в отношениях с Богом. Этой молитвой можно притянуть к себе безграничную благодать Бога, можно притянуть к себе смертный приговор. Потому что здесь написано, во-первых, давайте разберем ее, почитайте, я сейчас начитаю то, что вы здесь написали, потом разберем ее по часам. Имама только и просит Бога вразумить сыновей, чтобы бросили пить, пока не помогает. Ведь что дел, что, ведь это длится уже не один год, все хуже становится, мама уже стала бояться, напьются и умрут. Я тоже думаю, что алкоколизм им послан Господом ни в коем случае. Ни в коем случае. Послание Якова. Послание Якова. Написано. Блажен человек, который переносит искушение. Что ты мне показываешь? На себе пока. Нет. Блажен человек, который переносит искушение. Это первая глава Якова, 12 стих. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал ему Господь. В искушении написано, никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. Сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое деяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог никого не искушает. Никого не искушает. Люди искушаются по собственной похоти. Бог стоит и ждет, когда они, как тот самый прокаженный, подошли бы и сказали ему, если хочешь, исцели меня. А он хочет, и он исцелит моментально. И я видел свидетельство, когда люди, вообще, конченные наркоманы, обколотые, обкуренные, со стеклянными глазами приходили на служение. Из-за них молились все церкви, пастор возлагал у них руки. Через час они выходили оттуда абсолютно трезвые, чистые от наркотиков, никогда к этому не прикасались, больше и становились помазанными служителями, пасторами огромных церквей. За час служения. То есть, если человек приходит к Богу с открытым сердцем, он его исцелит. Это не значит, что Господь не исцелит ваших братьев. Просто здесь написано, и у того же Якова написано, что мудрость им нужна для понимания этого. А вам вера нужна безграничная. Вера нужна безграничная. И все сбудется. По поводу... Так, дальше сейчас, секунду, дочитаем. По-моему, длится уже не один год, становится сейчас, да? Чтобы они проснулись и обратились к Богу. Нет, я уже сказал, что нет, они не просыпаются, не проснутся. Поняла, Господь всем посылает, только добро. А пьют они, потому что искушаются. Лишь бы они услышали Господа. Его они не услышали, не могут его слышать. Они ограждены грехом от слышания слова. Им нужно проповедовать. С ними вместе нужно молиться. С ними вместе нужно молиться. Приходите к ними, молитесь с ними вместе верой. Не заставляйте их молиться, молитесь вместе с ними. Объясните им значение греха. Грех пришел в тот момент, когда человек отказался исполнять Слово Божие. В этот момент пришел грех на землю. И он до сих пор в каждом. Каждый рожден с геном греха. Нет ни одного. Написано все лишены славы Божьей. Нет достойного ни одного. Написано в слове. Ни одного достойного нет. И мы по плоти свои недостойны присутствия Божьего. Мы живем в разных населенных пунктах и не хотят меня слышать. Это хорошо, что они не хотят вас слышать. Написано, как говорится, в Досбудется Писание. Нам написано в Писании, что вас не захотят слушать, но вы молитесь. Написано стучитесь и вам откроют. Уверуйте Написано и дано будет вам. Авель, можно я добавлю? Да, конечно. Вот как раз Татьяне, просто исходя уже из опыта, именно молимся за их не только освобождение от алкоголизма, а прежде всего именно чтобы Господь их помиловал и дал им спасение. Это первое, за что с ними нужны молиться, за что за них нужно молиться. И прежде всего нужно молиться как раз таки за то, чтобы Господь расположил их сердца и открыл их сердца для того, чтобы они слышали, открыл их уши во время того, что когда вы будете говорить им о Христе, чтобы именно вот было вовремя, да? Я это не согласна, но вот хотел просто добавить. Да, по поводу теперь молитвы «Отче наш». Все ее знают наизусть, хотя я, честно говоря, ее не знаю наизусть, вот реально не знаю наизусть, я ее не повторю наизусть, если меня сейчас спросить. Но для меня молитва «Отче наш» это молитва, которая является основой составления любой другой молитвы. Я хотел бы ее разобрать сейчас. Прямо по стихам, да? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть первое, с чего начинается любая молитва, это с признания, с признания имени Бога. С признания. Потому что Люцифер или Сатана, или дьявол, как хотите так его называть, он был низвергнут только потому, что он отказался принимать безграничную власть имени Бога. Второе. «Да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе». То есть я заранее соглашаюсь с тем, что воля Господа будет в любом случае сильнее моего желания. В любом случае. Все равно сбудется только то, что он запланировал. У него нет запасной программы действий. У него есть программа действий одна. Одна на всех. И он всех нас знает, и он всех нас предизбрал. Да? Хочу вернуться к пророку Еремии. Я всегда, я очень люблю цитировать эти стихи, я прямо хочу их прочитать, как они есть. Пророк Еремия это пророк, который пришел на служение, когда ему было 13 лет. 13 лет ему было на служении. И он знал, он, я молюсь, сделай так, как угодно тебе. Я не думаю, что эта молитва имеет смысл, потому что будет все равно так, как угодно. Ему совершенно не так, как угодно нам. Так вот, Еремия ребенком ему было фактически 13 лет или 14 лет, я уже не помню там что-то такое. И к нему приходит Бог и говорит ему, что слова Еремии, которому было слово Господне в одни оси, и было ко мне слово Господне. Прежде чем я образовал тебя, это слово Бога Живого, оно относится точно так же, как и к нам, абсолютно точно так же и к нам, как и к Еремии. Прежде чем я образовал тебя во чреве, вот слушайте внимательно, от меня просто пробирается этих слов, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, и пророком для народов поставил тебя. Представляете, вот насколько у Бога все продумано от начала и до конца. Прежде чем я образовал тебя во чреве, представляете, прежде чем. А почему это относится к нам точно так же, как и ко всем остальным, потому что Иисус, Евангелие от Матфея, 28 глава, когда возносился перед лицом своих учеников на небо, он сделал нам великое предназначение. Написано, 18 стих, 28 главы. И приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что я поверил вам, Исе, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот это великое предназначение, которое Господь дал каждому из нас. И если кто-то из нас говорит, я не достоин, я не могу, я не хочу, он говорит, прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. Говорит каждому из нас. Это слова Бога живого каждому из нас. И прежде, чем ты вышел из утробы, я осветил тебя. И прежде, и пророком над всеми народами поставил тебя. Вот это вот то, что Господь говорит нам. Теперь вернемся к 10 главе Евангелия от Матфея. И продолжим с молитвой отче нашим. Хорошая тема, на самом деле. Через бесов закончили отче нашим. Нормально. Так всегда. Как должно быть. Мы поняли, что бесов нет. Шестая глава. Возвращаюсь к Евангелию от Матфея. Итак, да пребудет царствие твое и воля твоя на земле, как и на небе. То есть, мы заранее соглашаемся с тем, что воля Господа будет в любом случае на земле точно так же, как она есть на небе. Это, кстати, то, чему противился Люцифер. Именно поэтому он был изгнан. Дальше. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Помните одну из притч Иисуса, который рассказывал, что зачем мы заботимся о дне завтрашнем, если птицы небесные несут, не жнут, не сеют, не пашут, Что они там делают еще, он писал. Не жнут, не сеют и не... Не жнут, не сеют и не пашут, да, и они при этом получают все, что Господь дает им, еду и кровь, там, в смысле, под чем спрятаться, это не более мы для него значимы, да. и понятно, что нам нужно просто заботиться о сегодняшнем дне, чтобы у нас было что поесть в сегодняшний день. И дальше, если мы вернемся в псалмы, написано, что праведник никогда не будет с протянутой рукой. Да, дальше, следующий стих. И прости нам грехи наши, как мы прощаем тем, кто согрешил против нас. В синодальном переводе написано, и прости нам долги нашим, как мы прощаем должникам нашим. На самом деле, это неправильно, правильный перевод именно такой, какой я сказал. Прости нам грехи наши, так же, как мы прощаем согрешившим против нас. Вот если мы это просим, но при этом сами не знаем, что такое прощение, мы подписываем себе смертный приговор. Если мы не прощаем другим людям, что они сделали против нас, то тут мы просим простить нам так же, как мы прощаем другим. Подумайте, как вы прощаете другим, прежде чем просто произнести эту фразу. Поэтому вот эта фраза, она очень такая, я почему говорю, что мы люди грешные, и что такое прощение, они всегда помним. Иногда бывает, что мы носим в себе обиду. Если мы носим в себе на кого-то обиду, вам так кажется, если вы когда-нибудь на кого-нибудь обижались, и вы с этим человеком не закончили беседу, и свою обиду не отменили, то вы вот так же, как вы обижаетесь где-то там, далеко-далеко, может быть, когда-то там вы обиделись на человека и не простили ему. Если вы сегодня просите, чтобы вам простили так же, как вы простили ему, вы подписываете себе смертный приговор. Прошу обратить внимание. Дальше. «Не введи на свое искушение, но избавь нас от лукавого». Сейчас. Я хочу в точности перевести вам, как это написано, потому что некоторые товарищи фарисеи со мной спорят. Тут написано «Не введи на свое искушение». То есть, получается, что Бог доводит в искушение. Сейчас посмотрим. Шестая глава «Евангелие от Матфея». Шестая глава. Говорит следующее. Так. Ну, почти. Тут написано «Не принеси нас в искушение», или «Не приведи нас в искушение, но избавь нас от всего плохого», будем так говорить, «Минга-ра». Но имеется в виду, здесь «ра» не в смысле плохое, а в смысле действительно лукавое, то есть имеется в виду от дьявола, потому что тогда, как и сейчас, слово «дьявол» люди не любят произносить. Как же? Дьяволу нет. Так вот, опять же, «Не вводи нас в искушение», написано, а «Не веди нас к искушению». То есть здесь нужно воспринимать этот стих целиком. Он и в еврейском переводе, и в греческом тоже написан целиком. «Не веди нас к искушению и избавь нас от лукавого». То есть вот эти две части этого стиха, они очень взаимосвязаны друг с другом, потому что «Как я могу прийти в искушение, если я с Богом». Написано, что Бог никого не искушает. То есть искусить меня может только лукавый. Написано «Не веди меня к искушению и избавь нас от лукавого». То есть одно и то же фактически. Не будет лукавого, не будет искушения. То есть мы просим о победе над дьяволом фактически в нашей жизни. Просим о победе над дьяволом. И дальше написано «Ибо твое есть царство и сила и слава вовеки». Опять же, мы признаем абсолютную власть Бога над всем, что происходит на земле и на небе вовеки. И сила Его, и слава Ему. И вот это скелет молитвы и вообще любых взаимоотношений с Богом. Вот теперь представьте себе на секундочку, что если бы в семье были бы такие взаимоотношения супруга с супругом. Например, мы знаем, что глава семьи это муж, если бы женщина изначально не из своих феминистских побуждений, что мне тоже положено, а просто признавала бы власть мужа как власть Христа над церковью. Именно таким способом. То есть признать Его, прославить Бога за то, что этот глава семьи есть, и признать Его власть абсолютную над семьей, как над семьей все и над ним тоже властвует Христос, а в середине благословлять все, что он делает. Представьте, какие отношения были бы в семье. Но при этом и глава семьи должен быть абсолютно честным и беспристрастным. Поскольку этого нет, то нам нужна именно церковь, как собрание, где мы можем быть в смирении, где мы можем быть в присутствии Божьем и так далее. И вот еще одна ошибка, кстати, когда некоторые говорят, где двое или трое собраны во имя Мое, там я среди них. Мы сидим и говорим, о, сейчас вот еще один придет, будет нас двое, и здесь будет Бог, и тогда мы будем в присутствии Божьем. Бог там было до Него, никто из нас Бога никуда с собой не приносит. Бог, Он везде. Просто слова там я среди них, они расцениваются как согласие того, что мы здесь в присутствии Божьем. Мы просто соглашаемся, что мы в присутствии Божьем, но никто из нас сам с собой Бога никуда не приносит. Вот эта вот фраза я среди них, это описание согласия всех присутствующих с тем, что мы в присутствии Бога. Бог, Он есть, и сейчас и здесь. Он у вас в доме сидит, рядом с вами постоянно, всегда, днем и ночью. И сгузел вот рядом, видишь, сзади тебя там сидит, да, постоянно поддерживает, и сзади меня где-то постоянно поддерживает. Там, где идем по песку, где две пары следов, и там, где мы видим одни следы, это не наши следы, это его следы, он просто нес нас на руках. Так вот, когда мы молимся, молитвы очень наш, я, смотрите, это мое, опять же, мнение, не написано нигде в Писании, это Иисус сказал, чуть-чуть я буду спорить на эту тему, но я считаю, запираться в шоры, что вот это единственная молитва, потому что я сказал так Иисус, что так надо молиться, мы перечеркиваем все остальные молитвы в Писании, мы перечеркиваем молитву Иовиса, если вы знаете, да, что такое молитва Иовиса, когда он просто сказал, о, если бы ты дал мне, Господь, всю благодарь твою, тогда бы я не был печальный, и Бог сказал, окей, и дал ему все, что тот хотел, вот вся молитва, представляете? Молитва Иовиса. Поэтому на самом деле Бог знает, что у нас на сердце, вы можете молиться о чем угодно, но Он даст вам только то, что нам нужно в настоящий момент, и Он точно знает, что нам нужно, это наш Небесный Отец, если мы его принимали в сердце своем, Он наш Небесный Отец, и Он точно знает, что нам нужно, Он видит все, Он видит все назад, видит все вперед, видит все вправо, видит все влево, Он все абсолютно знает, и бесполезно молиться, чтобы была воля его. Воля его будет в любом случае. Вы можете это сказать, как написано в «Отче наш», произнести это, но молиться за это смысла не имеет, оно все равно будет именно так. Молитесь за то, чтобы эта воля его стала и вашей волей тоже, чтобы вы жили по воле Бога, а не по своим собственным желаниям. Вот тогда вам не придется каждый раз просить, чтобы воля его была. Воля его будет в любом случае. Но если ваши желания и его воля совпадают, вы будете всегда в мире и в благодати. А благодать Божья написана, она обогащает и печали с собой не приносит. Так, всех простило давно, нет обиды ни на кого. Может, я люблю не всех одинаково, но простило точно. О, не всех одинаково люблю. Представьте себе, что если бы Бог любил кого-то больше, а кого-то меньше, посылал бы Он своего Сына, чтобы спасти весь мир? Вот, ответьте себе на этот вопрос. Можно сказать, конечно, я же не Бог, я имею право любить не всех одинаково. Нет, не имеем. Если мы ученики Иисуса Христа, не имеем. Мы должны любить всех одинаково. Для нас все люди одинаковые. Мы можем не любить их поступки. Ох, сколько поступков людей я не люблю, вы себе не представляете просто. Больше, чем людей. Вот есть людей, и в 10 раз больше поступков, которые я не люблю. Но все люди для меня одинаковые. Я люблю всех людей. Возможно, мне это помогает в моей службе в полиции, когда я отношусь непредвзято ко всем. Да, я могу говорить человеку, какой, извините за выражение, дерьмовый поступок он совершил. Я никогда не скажу человеку, что он дерьмо. Но его поступки дерьмо. Я хочу его оттуда вынуть. Именно поэтому я делаю то, что я делаю. Именно поэтому я одеваю на него наручники. Именно поэтому я прекращаю его дерьмовые поступки прямо сейчас. И сказать человеку, что он дерьмо, вряд ли. Сегодня до сих пор люди, которых я 5, 6, 7, 10 лет назад посадил в тюрьму, и они сегодня вышли, они ходят по набережной города Батьяма и здороваются со мной за руку. Не потому, что я такой крутой генерал какой-то, от которого что-то зависело. Нет, я был тогда еще простым полицейским. И по моей причине меня они сидели в тюрьме. Потому что я вовремя оказался там, где они совершали свое преступление. Я правильно написал все протоколы, я правильно все заполнил, правильно подали все это в суд. Основной причиной был я. И потому, что я ко всем относился всегда одинаково, как к людям, не важно, что он сделал. В момент, когда он арестован и в наручниках, он все еще человек. Возможно, поэтому сегодня они ходят со мной за руку, потому что я в них видел человека всегда, и даже когда я еще не был верующим в Иисуса Христа, я всегда видел в них человека, и они во мне. И поэтому любить у всех одинаково, это да, иногда нужно любить и человека, который ты знаешь, да, он только что разбил в кровь лицо своей жене. Но это не он разбил в кровь лицо своей жене. Это грех, который им владеет, разбил в кровь лицо своей жене. И я пришел туда, делал на него руки, чтобы этими руками грех больше ничего не смог сделать. В данный момент. И к человеку у меня претензий нет. У меня претензии к тому, что делает грех его руками. И в моей жизни тоже есть люди, которые руками, чьими руками дьявол пытается действовать в моей жизни. Это не они плохие. Думайте, что там моя бывшая жена до сих пор ненавидит Бога всеми фибрами своей души, потому что она такая плохая. Нет. Она такая же плоть и кровь, как и я. Но грех ее руками, ее устами это делает. И так далее. И в каждой вашей жизни есть тоже ваши братья плохие люди. Нет. Они хорошие люди. Просто грех их руками открывает бутылку водки. Их ртом эту бутылку водки заливает в будущий храм Духа Святого, чтобы разрушить его изнутри. Но у Бога есть силы этот храм восстановить вот так, полностью в один момент. И он об этом знает. Поэтому он пытается завладеть ими всей душой. Это вам испытание, а не им. Это испытание вашей веры. Это испытание вашего пути с Богом. Если вы продолжаете быть с Богом и не отчаивайтесь, идете до конца, написано, претерпевший до конца победит. Написано в Писании, претерпевший до конца победит. Не отчаивайтесь, идите дальше, вставайте в проломе. И это произойдет. Мы свидетельствуем сегодня об исцелении от рака. Вы говорите от алкоголизма. От алкоголизма можно исцелиться. От рака. От смертельной болезни. Поэтому верьте в то, что Господь в силах это сделать. Он в силах сделать все, что угодно. Нужно только верить, просить и идти до конца. Быть верным до конца. Верный в малом, будет верный в большом. Так, что еще вы написали? Я признаю мужа, очень его люблю. Горжусь им. Мы повенчаны, живем по любви. В согласии, что это один год. Здорово. Я уже тоже чувствую, что он рядом. В преступнике, насильнике сложно видеть человека. Буду учиться видеть в нем грех. Видеть надо грех, а не человека. Человек остался тот же самый. Бесноватый, который был в десятиграде. Который он пришел. Его все боялись. Он был страшный, сильный, здоровый. В нем было там легион бесов. Он что, был плохой человек. Смотрите, что произошло. Иисус пришел, сказал, выйдите вон всем бесам. Свиньи и свиньи побросали. А человек-то остался человеком. Это же не он, сатана. Это сатана им управляет. Все люди, которые не приняли Иисуса в сердце своем. Не крестились во имя Иисуса, во имя Царя и Сына и Святого Духа. Не получили Духа Святого. Не приносят плодов. То есть, не спасенные люди. И среди христиан есть таких масса. Масса. Особенно те, кто ходит в церкви. Вот я, например, на конце выучил, как называют этого генерала от православия, которого зовут фамилия его Смирнов. Он называется протоиерей, кажется. Вот придумали. Нельзя просто было назвать священник. Значит, вот он сказал очень важную вещь. Он сказал, вера наша, это она православие, чисто бесовская, православный генерал. И он объясняет, почему. Потому что люди входят в церковь, не каяться в своих грехах и не грешить больше, а ходят исповедоваться, то есть доложить священнику, какой он плохой. Вот теперь ты, товарищ священник, знаешь, какое я дерьмо. Я пошел быть дерьмом дальше, а ты с этим живи. Вот примерно так выглядит исповедь. Да, и поэтому он говорит, это бесовская вера. Нам необходимо исповедоваться. Каяться, а не исповедоваться. Каяться, признавать свои грехи и больше не грешить, а не приходить и исповедоваться каждый год в одном и том же. Поэтому, если человек покаялся в своих грехах, принял Бога в сердце своем, принял Иисуса, крестился во имя Иисуса, получил Святого Духа, приносит плоды Святого Духа, это человек спасенный. И у этого человека есть власть. Тот, кто внутри нас, тот, кто живет внутри нас, Святой Дух может исцелить любого человека. Любого человека. И от алкоголизма, от чего угодно. Написано, что, если кто болен из вас, позовите пресвитера в церкви, пусть возложат на него руки, и помажут ему голову, или им исцелиться, и простятся ему грехи. Вот так написано в писателе. А кто такие пресвитеры церкви? Это не древние старцы с бородами. Я являюсь одним из пресвитеров церкви. Гузель является пресвитером церкви. Я не рукоположена на пресвитерство. А кто вам сказал, что такое рукоположение? Это религиозный обряд, которого... Моего пастора никто не рукополагал, когда он стал пастором. Он просто стал пастором. Он даже Библию не закончил читать. Он только начал читать, уже стал пастором. Потому что вокруг него собрались люди, сказали, говори нам, ты несешь слово Божье. Пасторство и любое служение, оно от Духа Святого, а не от людей. Что значит рукоположенный пастор? Это чисто религиозные обряды. Я очень извиняюсь. Может, я кого-то сейчас обижу из своих коллег-служителей, но от того, что на человека не возлагали руки и не говорили ему, что вот ты теперь будешь пастором, он от этого не стал менее помазанным пастором. Любой служитель может это делать. Любой верующий в Иисуса Христа, может приносить плоды Святого Духа. Исцелять грехи, прощать прокаженных, исцелять бесов изгонять. Но не из верующих. Верующих бесы не живут. Не может быть бес там, где живет Бог. Не может. Значит, если во мне живет Бог, во мне не может быть никаких бесов. Это все ересь. Опять же, чтобы заставить людей бояться. Если человек говорит, что в нем живут бесы, и он их именем Иисуса изгоняет, он не спасенный человек. Он не спасенный человек. Не может в спасенном человеке, то есть рожденным заново, у которого плоть мертва для греха. И он рожден заново. И живет для Духа. И в Духе не может там быть никаких бесов. Они не могут существовать там, где есть Бог. А в нас внутри живет Бог, Дух Святой. Вот я и хотела как раз таки вот об этом ей тоже сказать. И вот я думаю, может быть, все-таки она посмотрит нашу передачу. Вполне возможно. Я надеюсь. Я очень люблю и хочу, чтобы она вот поняла. Не то, что я права, а то, что именно, чтобы истина все-таки открылась. Опять же, если у нее есть... Да, но если этот человек открывает и именно ищет не только для себя благословение, а именно ищет то, что там написано и принимает к себе все слова, которые там написаны. Смотри, я тебе скажу так. Ни в одной церкви, если это не мессианская церковь, это, опять же, это нехорошо и неплохо, это то, что есть. Ни в одной церкви тебе не позволят... Итак, в этом есть и положительная, и отрицательная сторона. Ни в одной церкви тебе не позволят принять Библию полностью на все 100% к исполнению. Ни в одной церкви. Почему? Объясню. В этом есть и положительная, и отрицательная сторона. В чем ее отрицательная сторона? В том, что люди говорят, окей, Бог в Ветхом Завете злой, противный, старый, всех убивает, а в Новом Завете добрый, молодой, красивый Иисус Христос. Он пришел, за нас умер, всех нас истерил, мы красивые. Мы закон вообще не хотим даже слышать про него, а вот мы будем жить, как написано с 5 по 9 главу Евангелия от Матфея, на горной проповеди. Это отрицательная сторона, потому что церковь не хочет, чтобы люди вспоминали про закон. Закон Божий, Детоводителька Христу написан. Почему? Как не исполнить? Послушай, послушай, Поповедников, послушай. Я не говорю, что церковь, как твое собрание. Твое собрание, может быть, наоборот, все делает правильно и воспринимает всю Библию от начала до конца. От бытия 1 главы 1 стиха до 22 главы Откровения. Полностью, как она есть, как Слово Бога живого. И это классно. Теперь, в чем положительная сторона этого дела, что люди живут только Новым Заветом? Что если мы живем только Новым Заветом, то мы понимаем, что мы живы по благодати, а не по закону. Как раз вчера одна из моих лекций, которая была у нас в колледже, которую нужно было подготовить лекции на тему спасения. Я как раз говорил из религии спасания кремлянам. Многие из нас все еще пытаются спастись делами. Вот я же, вот как Татьяна. Еще раз говорю, Татьяна, у меня против вас ничего нет. Я говорю про ваши поступки. Ваши поступки не библейские. То есть не поверь. Они поступки хорошего человека, но хороший человек не профессия и не гарантия спасения. Люди пытаются помогать бедным, навещать больных, молиться за своих братьев. Я тоже молюсь за свою тетку, чтобы она наконец приняла Иисуса и исцелилась, потому что она уже еле ходит. И за жену свою бывшую молюсь, за детей своих, чтобы они стали верующими. Но это не то, что спасает. Спасает вера. Написано, что только верой мы можем спастись. И больше ничем. Нет другого ничего, чем можно спастись. Причем даже Авраам, которого всегда упоминают, что вот он поверил Богу, это вменялось ему в праведность. Даже Авраам там не лучший пример. Он на секундочку Измаил родил на нашу голову. Но при всем при этом написано, что только верой. Но верой в кого? В Иисуса Христа написано, что придет Утешитель, то есть Дух Святой. И он обличит весь мир за грех. А грех – это неверие в меня. Ну, то есть в Иисуса, не в меня, конечно. И когда мы верим и принимаем Иисуса Господом своим и Спасителем, еще раз повторяю, Господом, то есть Богом и Спасителем, что нет другого спасения на этой земле. Ни Тора, ни вот эти вот походы к стене плача, которые здесь осуществляются каждый год. Ни хождения к бедным, вернее, не помощь к бедным, не больным и так далее. Только вера и по вере плоды Святого Духа, а они уже как раз и будут теми самыми делами. Но это вторично. Это как индикатор того, что мы спасены. Вот в этом есть спасение. Я надеюсь, что я понятно выразился. То есть мы не делами спасаемся, не там многочисленными молитвами и так далее. Я не помню, когда я просто сидел и молился, просто сидел и молился. У меня минуты свободные не проходят, чтобы я не поговорил с Богом. Причем говорить нужно с Богом обо всем. Надо привыкать говорить с Богом обо всем. Не только просить его, да будет воля твоя, а прийти и продевить ему. Ну как, ну почему, ну объясни мне. Вот объясни мне, почему. И это никак не расходится в Писании. Возьмите книгу Иова. У него вся книга Иова. Он спрашивает Бога, почему. Почему все это? За что мне? Что кого сделал? Объясни мне, где ты, куда ты ушел. Я с тобой разговариваю, ты отворачиваешься. Почему? И разговариваю. Главное, чтобы почему в ропот не перешел. А? Главное, что слово почему, чтобы в ропот не перешел. Нет, это не ропот. Я просто спрашиваю, почему. Я не предъявляю ему претензии. Все, но я же сказал. Воля-то будет его по-любому. Я просто хочу знать. Если я что-то делаю неправильно, скажи мне. Я хочу знать, как делать правильно. Может быть, я что-то не увидел в Библии. Может быть, я что-то не услышал на проповеди. Пусть мне скажут. Я об этом разговариваю с Богом постоянно. И он не всегда мне прямо в ухо говорит, как он мне имя мое проговорил в ухо и благословение проговорил мне в ухо с голосом. Такое не всегда бывает. Иногда бывает, что он скажет тебе мыслями какими-то скажет. Так, так и так. Потом проходит два часа, ты смотришь Сидорота, например, по телевизору, и он говорит тебе так, так и так. Вот в точности, как ты услышал в этих мыслях. Потом приходишь на следующий день в церковь, тебе пастор говорит так, так и так. Разговариваешь с братьями, я говорю так, так и так. Что это такое, как ни слово Божие получается? Да, но мы говорим, отойди от меня, сатана. Нет, потому что нам это неудобно. Это некомфортно. Вот если бы он сказал, что вот сиди там в удобном кресле, там, значит, в шикарной машине, это было бы от Бога. А отрекись от греха своего, это не от Бога, отойди от меня, сатана. Отойди, так отойди, не проси больше. Надо прислушиваться к тому, что Бог говорит. Он не говорит голосом сегодня ко всем подряд, но он говорит голосом через других людей. Так же, как и грех говорит голосом через других людей. Говорят, один раз можно. Но мы же только чуть-чуть. Мы же не каждый день так, по чуть-чуть. Таким образом, усыпляется страж. Сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть, послезавтра чуть-чуть. И страж уже это чуть-чуть не замечает. Мы же проходи. Начинается чуть больше. Потом чуть больше, потом чуть больше. Но человек просыпается в темноте. Все, где я, что я, где я. Но если он спасен, и в нем есть Дух Святой, ему достаточно просто из этой темноты. Как иона, из желудка кита. Кита. Воззвал к Богу и говорит, понял, все, раскаиваюсь. Вот из этой темноты воззвать к Богу и сказать. Или как, кто там был, монастыя, по-моему. Из тесноты своей воззвал к Богу, Бог преклонил луко свое и услышал и вернул ему все, что у него было. Потому что Бог в состоянии это сделать. Он для этого нам дал Духа Святого. Что наш Дух Святой сильнее любого греха и любого сатаны и кого угодно. И все его армии вместе взяли. Поэтому нужно просто понимать, что плод наше принадлежит все еще греху. Но Дух наш принадлежит Богу. И между ними постоянная война. Постоянная война. И мы должны быть в состоянии войны. Один пастор по телевизору говорил, мы просыпаемся утром. Мы всей семьей знаем, что мы просыпаемся. И сегодня у нас война. Мы воюем. Каждый день воюем с силами зла. И мы с детьми утром боремся за то, что в этом бою Господь нам дал силы, мудрость. Все оружие Божие, как написано в Эфесянах в 6 главе и так далее. Каждый день. Потому что у нас война. Мы реально воюем каждый день. И это нужно понимать. Потому что если не мы их, а не нас. Но даже если они нас сегодня, а завтра мы их в любом случае. Но это опять же только для людей, которые крещены Святым Духом. Потому что многие люди думают, что они спасены. А они нет. Они нет. Овелик. Вот сейчас прозвучало по поводу того, что люди идут к священнику, священнослужителю, в церковь. Для того, чтобы рассказать о своих грехах. То есть у меня либо дополнение, либо вопрос. То есть о наставлении. То есть если, например, у меня есть грех, который я исповедовал уже при Господе. Но потом так получается, ну как греху, да? То же самое вот. Для кого-то это грех, для кого-то еще не грех, да? Вот опять же таки раздражение предположим. Грех, он тогда грех, когда ты знаешь, что это плохо. Когда тебя обличает что-то. Да. Да. И то есть вообще в Писании как написано? Что мы исповедуемся перед Господом. Мы просим его освободить. Есть тот грех, который, например, мы сделали, и сердце осуждает, и не знаешь, как поступить. Вот в этом плане, в этом случае не просто, ну как бы с Господом понятно, что, да, помолились, ждем слово. Вполне возможно, что и получили, может быть, не получили слово. Но мы идем к наставнику. Услышали. Или не услышали. Или не услышали, да, потому что мы можем прочитать и сказать, ой, это, наверное, не ко мне или там что-то. И мы как раз вот такие, вопрос, нужно ходить к наставнику или нет, потому что есть такое вот... Конечно, написано, смотрите, опять же, вернемся давайте к современному пониманию всего этого дела. Кто формирует нашу судьбу? Нашу судьбу формирует пять людей нашего ближайшего окружения. Естественно, что если я пойду к людям, помазанным верующим, людям, стоящим в вере, они повлияют на мою судьбу, соответственно. А если я буду общаться постоянно с людьми нетвердыми в вере, у меня будут такие же проблемы с твердостью веры? Конечно, нужно идти к наставнику, однозначно. Есть такое, что вот у нас, говорит, у нас многотысячная церковь, ой, многолюдная церковь, там около тысячи, да, у нас не принято ходить к пастору. И когда предлагаешь, что, я говорю, ну хорошо, не иди к пастору, иди к пресвитеру, к какому-то правой руке пастора, да, кто свободен? Если у тебя нет личного наставника или тот наставник, который практически твоего духовного возраста и который не может ответить. Вам об этом не говоря, у вас есть, в вашей церкви, скорее всего, есть четкая иерархия. У нас есть, вот у них нету, предположим. В таких церквях, как ваше, всегда есть пастор, всегда есть лидеры, они же пресвитеры, да, это называется старейшины церкви, так называемые. Старейшины церкви, это там с бородой. Любой человек может быть старейшиной церкви. Просто он лидер, он взял на себя ответственность ввести еще себя и еще кого-то. на то есть это есть лидеры лидер может быть группы из трех человек лидер может быть группы из 300 человек да то есть скорее всего есть какой-то лидер которым нужно прийти тебя вот просто попросить духа чтобы он тебя привел человеку с которым тебе нужно пообщаться это может быть человеку даже не подозревал это может быть какой-то человек который просто стойки верит вам много лет уже вере он много лет ты служит в церкви подойди с ним и поговори проблем как бы смотри меня в церкви есть люди которые уже очень-очень много много лет в вере и я до которых два года и не криваешь и как будто листами к не было атеистом данного но иисуса я принял два года назад и люди со мной советуются не потому что такой умный и такой красивый а потому что если у меня есть слова от бога я не скажу вот сегодня у меня есть для нескольких для нескольких служителей в нашей церкви которые уже запарили своими страшилками про про не спасенных твоих родственников но есть люди у которых там либо муж неверующий либо жена неверующая и у меня для них есть слова сил я его буду сказать сегодня на проповеди потому что уже запарили каждый раз рассказывают они себе рисуют и свою муж или своей жены какого-то там сатану или дьявола какого-то который живет у них дом и считают что то что они не спасены понятно что не спасены дайте неверующий но это не значит что у них дома живет сатана берется я не знаю почему все так уверенно что сатана очень сильно как прям это получается как не вере богу да не верю свои силы в того человека вот мы все говорим что тот кто в нас больше того кто в мире опять же таки мы говорим но по сути не исповедуем то что бог ведь в нас намного сильнее сильнее чем сатана как он может быть здесь как бы может какой может быть иметь силу против нас может силу только когда мы не бодрствуем вот в этом в этой сфере нас ого какую силу он против нас умеет для него да не забывай что плотка наша до сих пор его вот если мы бодрствуем в этой сфере он же не может туда не напасть может на победить не может я говорю напасть может но все он зато получит он даже сам наверно не знает но напасть может в любой момент как в том анекдоте что будет делать если на вашу тюшу напал тигр на тут сам напал пусть сам и решаешь потому как бы почему я говорю что нельзя рисовать из неверующего мужа или неверующей жены сатану да написано вот вторая глава бытия написано и сказал человек да вот кости от костей моих и платят плоти моей она будет называться женой ибо взята от мужа дальше написано поэтому это бог говорит это не я сказал написано поэтому оставить человек отца своего и мать свою и прилипится к жене своей и будут двое одна плоть двое одна они уже не муж и жена не одна плоть как может есть это одна плоть один быть святой а другой сатана как это так бывает написано что ложа святого она освещается где это не совсем так и сейчас скажу это по моему римлянам сейчас главе вертится но ибо неверующий муж освещается женою верующую и жена неверующая 1 коринфянам 1 коринфянам 1 коринфянам да но но там написано что если не хочет жить с мужем ну если она неверующая он веру то может уйти не вопрос но если не возражает то они двое одна плоть там сатаны места нету да он пытается через этого мужа или эту через неверующую жену на верующего супруга воздействовать пытается конечно еще как я же говорю нападать то он нападает постоянно написано ходит как рыклующий лев ищет кого поглотить но не может быть это двое одна плоть если они муж и жена все какой там сатана там зато мы рисуем сатану из него и когда мы нарисовали сатану потом нам уже затону и обнять страшно понимаю как можно обнять сатану потом я рисую сатану из него да потом как я сатану в церковь приведу вообще опасный момент ведь поверье нашей да будет вообще что мы что что вообще внушается человеку сам себе причем поверье нашей все будет вот верим что сатана значит сатана верим верим что освещенные молимся за него или за нее значит будет освещенный а дальше придет и спасение тоже ахам мы нарисовали себе по ну живем сатаной как мы можем жить и человек который верит что в нем в нем точно так же татьяна я хочу вам заметить одно очень смотрите то что вы не не замечаете не не представляете жизни без мужа я вам скажу одну вещь она может печально и может быть я сейчас я не хочу пророчествовать ни в коем случае просто случае жизни которые я увидела для меня просто образец мне посчастливилось знать одну очень классную семью просто вот помазанную семью помазаны служители это и игорь и виктория никитин и президент виктор игорь никитин был президентом тебе на россии благодаря ему удивлены людей слушать слово божье до сих пор и к сожалению он от нас ушел вот два месяца назад к господу ему было всего 50 лет рак да я неоднократно принимал участие с ним вместе прямых эфирах и вот недавно тоже снимали с виктории прямой эфир но его не стало и вы знаете мне было тяжело открывать сайт tbn после этого потому что я знал этого человека я с ним общался мы с ним сидели мы вместе пили кофе мы с ним разговариваем из несколько фотографий с ним его вдруг не стало и мне было тяжело открывать сайт tbn когда там мы особенно были прямые но мы были фильмы сняты память о нем и как-то вот не хотелось но вы знаете когда я открыл первый фильм который часовой они сделали о нем я просмотрел весь фильм и я воспринял духом после него настолько позитивный был там нет не было никакого там вот какое горе на спасти его тра-та-та-та нет этот человек оставил неизгладимый след в истории мира я не побоюсь как мать тереза наверное в сердцах русских только русских верующих он оставил просто неизгладимый след и этому был посвящен весь фильм когда мы снимали эфир ханукальный в иерусалиме с виктории никитиной я честно говоря вот я ехал туда я не знала как я себя должен вести потому что мы последний раз не виделись когда он был еще жив надо этого и и вот сейчас как я должен себя вести вы знаете да там все пропитана духом игоря никитина да вот его его присутствие там даже вот не знаю не его смысле а его его идея его не знаю как это назвать может быть не знаю короче вот все 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 пропитано там но не было вот это вот убитого горем людей понятия мы мы же верим в жизнь вечную он сейчас отцом это знаем где он мы знаем где он и как ему там сейчас гораздо лучше чем здесь он мучился от своей болезни очень долго и вот это образе не заката объяснить я не знаю что на сердце у виктории как она себя чувствует когда она одна но я никогда не видел в ее глазах никогда от тем временем что я с ней виделся не видел ее глаза какого-то там убитого горячего горем человека она просто показывает вот своим поведением своими словами своими проповедями которые она говорит по телевидению просто героизм образец героизма женщин у которой осталось тремя детьми без поддержки мужа с которым они провели сколько они там были жена какому 20 или 25 лет и и это просто реально я восхищаюсь от этой пары восхищался этой парой восхищаюсь сейчас виктории никитиной потому что это реально просто ну я не знаю это это образец героизма женщины я считаю поэтому если вы верите в жизнь вечную то каждый из нас должен знать что жизнь может повернуться как угодно и в один день мы можем остаться без близких людей вот не представлять себе как вы не скажете своему что вы его любите и не представлять себе как вы без без капли эгоизма сможете сможете снять него ботинки и носки вымыть ему ноги или он вам вот это страшно такое не представлять а жить без жизнь разная бывает в жизни всякое бывает если вы знаете что ваш муж спасен и место его после ухода из земной жизни будет жизнь в присутствии божьем то отношение к смерти меняется просто меняется отношение к секунду у нас у всех будет этот этот процесс происходить хотелось бы конечно что вознесение было до смерти но все равно все умрем когда мы уже умерли для греха до перестал столько умереть физическом плане чтобы жить не на земле а присутствие более поэтому так я не знаю что на том свете с ним буду мы уже пенчаны ну смотрите опять же вопрос спасения да мы конечно где-то там встретимся как вопрос будем ли мы там навсегда так что давайте это философом да мужем и женой мужем и женой однозначно не будем нет однозначно там написано да не да никаких ни мужа ни жены никого не будут все будут одинаково поэтому это не имеет значения венчаны вы или не венчаны самое главное что вы двое одноплоть это на земле сегодня здесь и один верующий осветляться другим и так далее хорошо давайте на этом сегодня закончим я просто так чтобы долго не многословить молитвах давно отношения к смерти спокойные после смерти жизни кончается да однозначно у нас жизнь вечна чтобы не быть многословным в молитвах просто я хочу за вас татьяна в частности помолиться дед с небесный мы благодарим тебя за этот эфир за то что возможность нам собираться вместе и обсуждать и изучать слово твое постигать истинно твой господь за то что ты даешь мудрость нам видеть в твоих словах правду жизни применять ее каждый день то что ты наградил мудростью всех тех кто присутствует на этом эфире сегодня где кто будет слушать это записи для того чтобы быть ближе к тебе чтобы получать благодать от тебя господь которая никогда не кончается и обновляется ежедневно коснись сердец каждого господь чтобы они приняли истину твою приняли тебя как господа и спасителя и приняли избавление твое поверье в тебя и стали учителями евангелия твоего по всему миру господь мы молим также братья татьяны которые сегодня одержимы грехом во имя иисуса христа просим коснись их сердец дай им мудрости прекратить познать тебя господь увидеть присутствие господь в жизни этого чтобы они избавились и грехи чтобы сатана не имел на них никакой власти и мы сейчас втроем здесь соглашаемся и провозглашаем во имя иисуса христа полностью полное исцеление от всех грехов и по воле твоей пусть это случится и мы верой принимаем это уже делаешь и благодарим тебя за их полное исцеление господь за их полное избавление от этого греха и за то чтобы они господь пришли дома твоему престолу твоему и имели с тобой отношения искренне и чистые как имеем мы сегодня верующий сына единородного которого ты господь послал того чтобы принять все наши грехи и избавить нас от лукавого и спасти нас чтобы мы имели жизнь вечную благодарим тебя господь за все что делаешь нашей жизни каждый день с верой принимаем слово твое спасибо тебе во имя иисуса христа аминь хорошо мы встретимся с вами следующую пятницу и на завтраках с библией каждый день все всем спасибо всем пока